Двигаемся дальше. Вконтакте есть несколько видов различной рекламы. Даже находясь вот здесь на своей бизнес-странице, я все равно с левой стороны вижу какие-то рекламные баннеры. Значит, есть рекламные баннеры с левой стороны, вот эти маленькие, тизерные, можно их так назвать, и есть посередине. Обычно под рекламным постом здесь вот прям пишется, что это реклама, что это рекламный пост. То есть, ну, зайдя в контакт, например, вы наверняка увидите большое количество, ну, то есть вы крутите ленту и видите прямо в ленте у себя целую кучу рекламных постов. Идет обычный, обычный пост, потом рекламный, и его практически не отличить от настоящего, ну, в смысле от органического, вот, единственное, что может быть отличие, это то, что здесь будет написана реклама. И так вот вы этим, таким образом и заметите. Вот, значит, всякая реклама здесь достаточно эффективна, могу сразу сказать. А с этого момента, когда огромное количество людей сейчас хлынуло прям в эту соцсеть, она станет еще более эффективной. Но надо понимать, чем быстрее вы будете все делать, тем лучше. Поэтому слушайте и сразу старайтесь что-то делать. Значит, вот смотрите, с левой стороны у нас есть большое меню, это как бы общее меню нашей ВКонтакте. Вот мы заходим, здесь есть моя страница, это личная, есть какие-то новости, это лента, есть мессенджер, это где, куда нам люди там пишут и так далее, и так далее. И вот здесь вот внизу у меня вот есть раздел, который называется реклама. У вас он по-своему как-то может называться. У меня вот, он может у вас где-то в другом месте быть, не знаю, ну, вот у меня он вот здесь вот находится, реклама. Если мы сюда зайдем, то мы попадем в наш рекламный кабинет, который работает именно по ВКонтакте. Сейчас она откроется у меня. Ух ты, у меня тут даже есть что-то, деньги какие-то. Вот так выглядит рекламный кабинет ВКонтакте. Вот здесь пополняется бюджет, в разделе бюджет. Здесь есть какая-то статистика, мы можем ее посмотреть. Retarget – это сбор аудиторий. Ну, если мы кому-то показываем рекламу, мы можем, значит, людей, которые смотрят нашу рекламу, кликают нашу рекламу, значит, проходят на страничку, например, какую-то. Мы этих людей можем пилинговать, условно говоря, и, значит, сохранять их в отдельной аудитории. То есть мы можем сделать отдельную аудиторию людей, которым понравилось, например, наше видео или которые лайкнули наш пост. Можем отдельно сделать людей, которые были на страничке. Можем сделать отдельно людей, которым не понравилось все, и больше рекламы их вообще не трогать никак. В общем, вот это все делается в разделе ретаргетинг. Что такое приложение, я не знаю. Настройки, понятное дело, это настройки самого рекламного кабинета. Значит, здесь у нас есть раздел кампаний, и вы здесь можете запустить любую рекламу. Рекламу можете запустить тизерную, например, можете запустить видеорекламу, можете запустить баннерную рекламу. Много видов рекламы, сейчас я вам покажу. Значит, когда кто-то спрашивает, какую рекламу ему запускать, я могу точно вам сказать, что все сильно зависит от того, что вы рекламируете. Если вы, например, хотите вести трафик людей, то есть вы хотите рекламировать, вот вы запустили пост, например, и с этого поста вы ведете людей в переписку, например. Ну, чтобы человек, которому интересно провести с вами консультацию, записаться к вам на консультацию, вы ему говорите, напишите мне в мессенджер. И человек пишет вам в мессенджер, например, сюда, прямо в ВКонтакте. Соответственно, тогда вам надо выбирать вид рекламы, который будет давать возможность использовать рекламу. Использовать, например, заполнение лид-формы. То есть человек, вы можете прямо ВКонтакте сделать специальную форму регистрации. ВКонтакте, не выходя никуда вообще отсюда, можете сделать форму регистрации. Например, человек, который хочет заказать у вас консультацию, должен указать имя и имейл, например. Или свой телефон, например, и вы с ним свяжетесь. Вот, значит, подписка на рассылку, участие в мероприятии, конверсия, установка конверсии внутреннего мобильного приложения. Ну вот, в общем, если эта регистрация будет проходить где-то на вашей страничке где-нибудь, да, то вы можете использовать вид рекламы, именно вот конверсия на сайте. Вот, короче говоря, здесь вы выбираете. Дальше вы выбираете, какой вид рекламы вы будете запускать. Ну, здесь любой вид рекламы, повторюсь, работает. Вы можете запустить, например, универсальное объявление. Работает единственное, повторюсь, сильно зависит от того, что и как вы хотите продавать. Здесь вы можете вообще выбрать пост какой-нибудь существующий, который у вас уже есть, и рекламировать именно его. То есть вы можете взять тот пост, который уже опубликован, вот, и здесь его, как бы, опубликовать, рекламировать от лица своей бизнес-страницы. Вот, здесь никаких универсальных рекомендаций, вот прям вот точно, чтобы вот вам сказали, что вот делаем вот так вот так, и у вас точно будет работать. К сожалению, таких нету. То есть любой профессиональный таргетолог, маркетолог вам скажет, что все-таки надо тестировать. Что, ну, то есть в зависимости от того, какой у вас продукт. Если вы продаете напрямую услугу, например, вы хотите продавать напрямую визуализацию, то вам желательно тогда сделать какую-то страничку, ну, на каком-нибудь сервисе типа Тильда. Вот, страничку я имею в виду лендинг-пейдж, с которого можно будет зарегистрироваться. И, соответственно, тогда вы можете запустить рекламу на эту страничку. Тогда вам надо будет действительно выбирать вид рекламы «Конверсия». Вот, ну, вот то, что я сейчас вам показывал, сейчас на предыдущем покажу. Вид рекламы «Конверсия», и вы указываете, в этом случае указываете, куда вести рекламу именно на свою страничку. «Конверсия» вот на сайт. То есть, если вы ведете людей на какую-то свою страничку или на какой-то свой сайт, то вы в качестве рекламы можете, вид рекламы используете именно вот такой. В целом, давайте обобщу все, что я сейчас рассказываю. Вы видите, что это отдельная тема. Именно поэтому есть целая куча курсов по таргетированной рекламе, есть целая куча курсов по маркетингу и так далее. Это не наше направление деятельности. Вот, я показываю вам крупными мазками сейчас, что можно делать. То есть, вы публикуете, заполняете полностью, публикуете контент в постоянном режиме, по всем соцсетям, все, как мы проходили. Если у вас есть возможность деньги, соответственно, вы можете запустить платную рекламу, она точно работает и будет работать и в Инстаграме, и в ВКонтакте. И в Инстаграме, ну, вот на момент записи этого курса все прекрасно работает, как дальше будет неизвестно, то ВКонтакте, скорее всего, все будет и дальше все хорошо будет. Вот, соответственно, на ВКонтакте вы можете точно ориентироваться в плане платной рекламы. Вот, как ее здесь запустить, желательно с кем-то проконсультироваться. То есть я вам общий принцип показал. Запустить рекламу по моим урокам, скорее всего, не получится. Ну, достаточно сложно. Особенно с учетом того, что здесь еще есть отдельная тема, как собирать правильно аудиторию. То есть вы, например, хотите продавать услуги по дизайну интерьера или по визуализации, соответственно, вам надо как-то собрать в аудиторию людей, которым вы хотите показывать рекламу. Это отдельная тема для разговора и для отдельного курса, я бы сказал так. Поэтому идеальный вариант все-таки, если у вас будет есть возможность запускать платную рекламу, проконсультироваться, в том числе с нами, пройти какие-то курсы по таргетированной рекламе. И после этого у вас все прекрасно получится. Общими мазками сейчас понятно, по крайней мере, куда двигаться. Единственный момент. Двигайтесь быстро. Старайтесь делать сейчас все быстро. То есть вот я вам пути показываю. Вконтакте никто блокировать не будет. Вы можете смело в эту сторону сейчас приориентировать все свои трудозатраты. Если вы планируете заниматься как подработка, визуализация, дизайном интерьера, чертежами, создание, там, монтаж видео, например, с 3D-графикой любой, 3D-моделирование и так далее. И ориентируетесь на качестве подработки, например, всем этим заниматься. Вы можете однозначно, то есть вы будете тратить минимум времени в день, чтобы делать какие-то публикации в Инстаграме, Вконтакте. И в дальнейшем просто сориентироваться, что выделите какой-то рекламный бюджет, запустите рекламу. Соответственно, для этого желательно найти в дальнейшем время, внедриться в эту тему чуть-чуть поглубже и запустить. Поглубже это значит проконсультироваться по поводу того, куда запускать эту рекламу, как аудитории сделать, какую рекламу лучше протестировать. Если кто-то вам будет говорить, что вот точно надо запускать вот так, ну не точно. Желательно, у кого-то каруселька может хорошо сработать, у кого-то запись с кнопкой очень хорошо работает, у кого-то универсальные записи, то есть именно как пост, тоже очень хорошо работает. Соответственно, по этим всем вопросам надо будет проконсультировать, потестировать обязательно. То есть не ждите, что вы запустите и вуаля, посыплются к вам заказчики. Нет, надо будет все-таки сделать серию тестов и посмотреть, что у вас лучше работает, а что хуже. И в дальнейшем тогда уже запустить. Вот, очень кратко, по делу, все вам записал, можем двигаться дальше.